В истории полутяжелого дивизиона золотая эпоха 80-х по своей значимости концентрации талантов заслуженно выступает ренессансом. Подобно тому, как художник в наглядной форме изливает во внешний мир свои чувства, собственные видения и настроения, так и Эдди Мустафа Мухаммед использовал ринг в качестве полотна для своих шедевров. Многие из них остались непоняты, раскритикованы или того хуже прошли мимо большинства поклонников сладкой науки, но это вовсе не отменяет их изысканности и значимости. Эдвард Ли Грегори родился 30 апреля 1952 года в Бруклине. Детство проходило в семье полицейского, в основном на мрачных и суровых улицах Браунсвилля, где процветала преступность и торговля наркотиками. Спасением подростка от неблагополучной криминальной жизни оказался бокс. Эдди начал заниматься в местном зале полицейской спортивной лиги под руководством Элла Фишетти. У парня с нашей секции полусредневеса Шоба Срица была сильная наркотическая зависимость. Он грабил банки в норковой шубе. Неделю за неделей газеты показывали расплывчатые фотографии вора. Все мы знали, что это Шобе, ведь он часто приходил в зал, одетый в ту же шубу. Тренер сказал, чтобы Сриц больше никогда не появлялся в нашем зале. Я удивлен, что копам так долго не удавалось его поймать. Мой отец был одним из копов, но у меня и мысли не было сдать Шобе. Я ведь рос на районе, и стукачить было не в наших правилах. Что касается сладкой науки, то юный Эдди оказался не просто хорош. В бою он чувствовал себя естественно и непосредственно. Многое давалось ему очень легко. Он видел и с легкостью уходил от каждой атаки соперников, а острый прямой справа был настоящей визитной карточкой парня. Талант Грегори принес ему избыток внимания и похвал, которые по собственному признанию затормозили его развитие. В 70-м он участвовал в нью-йоркских золотых перчатках, но выиграв два боя, заболел гриппом. В то время золотые перчатки были крупным городским событием, где люди любовались боксом будущих перспективных профессионалов. Удача улыбнулась парню на следующих двух турнирах. В финале 71-го года он в тяжелом бою ударил решением Ви Таун Туо Ферма, а в 72-м году взял перчатки второй раз подряд. Тем временем Эдди Грегори закончил старшую школу и должен был идти по стопам отца. Однако вовремя понял, что его не привлекает ничего, кроме бокса. Он участвовал в отборочных олимпийских испытаниях, где уступил в финале Джесси Вальдосу, сумев отправить его в нокдаун. Грегори получил статус запасного, но сказался ехать на Олимпийские игры в Мюнхен, решив сосредоточиться на профбоксе. Переход профессионала Эдди Грегори осуществил в конце 72-го года, начав свой путь в среднем весе, параллельно продолжая работать в продавцовом магазине. В восьмом профессиональном бою он споткнулся о более опытного Радамеса Кабреро. Вскоре Эдди отправился во Францию к домашнему бойцу по имени Носим Макс Коэн. Бой закончился в ничью, но такая ничья на родине Коэн означала бы победу в США. Как вы поняли, Грегори не искал легких путей. Амбициозно смело в начале карьеры было его желание пройти сквозь ряды сильнейших боксеров Филадельфии и Нью-Джерси. Средневесы из Филадельфии в 70-х годах были особенно сильны. Прославленные местные тренера Янси Дарем, Сэм Соломан и Джордж Бентон штамповали истинных монстров, которых опасались многие восходящие боксеры. Многие, но не Эдди, который видел в этом вызов. Сначала он нокаутировал Юджина Харта, а затем пережил два нокдауна, чтобы в восьмом раунде оформить брутальнейший нокаут Марио Росе. Следом было четыре боя подряд в Филадельфии, последним из которых стал самый главный тест лицеместной иконы Бенни Бриско. Неуступчивый черный робот на тот момент привел в четыре раза больше профессиональных боев, львиная доля которых прошла на топ уровне. В ринге Бриско напоминал Пакмана из одноименной игры, безостановочно наседал и бомбил корпус Грегори, парировал его джебы и не моргнув глазом поглощал лучшие правые кроссы. Эдди сумел обеспечить тяжелый и близкий бой, однако по итогам 10 раундов эпичного действа победителем стал Бенни Бриско. Я думал, что победил в том бою, но судьи решили по-другому. Мы дали поклонникам бокса то, что они хотели, это был хороший бой. Я уважаю Бенни и всегда буду уважать его. Когда вы сражаетесь с Бриско, вы должны пройти через зад. Вы не можете быть плохо подготовлены к бою, иначе он вас нокаутирует и сделает это очень легко. Красота стиля бокса Эдди Грегори таила своего непринужденности. Сфери ударил соперника словно рыбоводья, он чувствовал себя естественно. Действовал зряче, его удары получались плотными, острыми и поразительно точными. Все вышеперечисленное было сдобрено отработанной защитой корпусом, движениями головы и на отлично усвоенным мастерством атак по туловищу. На видео с изящным боксом Эдди впору было наложить джазовую композицию, и это смотрелось бы гармонично. Один из менеджеров Грегори имел собственный стейк-ресторан. Из-за этого безмятежный стиль в ринге и быстрые руки дали парню прозвище «Пламя». С 1977 года он переходит в полутяжелую категорию. Второй бой, в которой знаменует встречу с опаснейшим панчером по имени Мэтью Франклин. 24-летний Грегори и 22-летний Франклин перед самым гонгом о начале поединка сошлись в пылком в стардауне. Было ясно, в ринге будет на что посмотреть. Эдди начал с активной работы первым номером, его соперник в ответ резкими спортовыми атаками. На последней минуте стартового раунда Франклин точным ударом справа отправил Грегори в нокдаун. Но того это лишь разодорило. В результате бой дошел до решения. Эдди смог подрешить Франклина в четвертом и десятом раунде. Решение в практически равном поединке досталось ему. После этого они с Мэтью стали близкими друзьями. Спустя несколько лет Франклин сменит имя на Мэтью Саад Мухаммед и станет известен как один из величайших полутяжеловесов всех времен. Я готовился к бою с Франклином в Нью-Йоркском зале. Был в зале буквально каждый день. В то время со мной работал лингвидарный Чики Феррера, наставник Анджела Данди. О Мэтью Франклине я совсем не знал, потому что до этого я дрался лишь в среднем весе. Бой был у него на родине Филадельфия. Но я считал этот город своим вторым домом, так как там часто зависал и проводил поединки. Вы, должно быть, видели, что происходило, пока рефери читал инструкции. Мэтью был шумным, обещал меня побить. И сказал, черт побери, ты что спятил? Ты вообще смотрел мои бои? В первом раунде он поймал меня правым урахандом. Я поднялся на счет 9. Помню, рефери спросил, в порядке ли я? Я ответил ему, убирайся с моего пути. Я сейчас надеру жопу этому парню. Следом, в ноябре 1977 года Пламя отправился в Италию, где его ждет первый титульный шанс долгоиграющим чемпионом WBA из Аргентины Виктором Галиндесом. Галиндес, подобно Эдди, был художником от мира боксерского ремесла, но художником более опытным, хитрым и коварным. С самого начала он нейтрализовал грозное оружие претендента, а именно его правой прямой. При малейшей попытке американца подготовить атаку, Галиндес пробивал слева в корпус, в голову или просто совершал движение передней рукой. Так ему удалось сковать дальнюю руку Грегори. Бой протекал в низком темпе. В пятом раунде Эдди попал в туловище, отчего чемпион чуть было не сплясал. Однако при развитии атаки претендент наткнулся на встречный удар справа и оказался на полу. Бойцы прошли всю отведенную дистанцию. Заслуженная победа единогласным решением досталась Галиндесу, который в дальнейшем также будет признан одним из лучших полутяжеловесов всех времен. После боя Грегори заявил, что аргентинцу помогли внезапно родные итальянские стены и на деле его засудили. Золотая эпоха полутяжелого веса была столь богата на талантливых бойцов, что каждый из многочисленных топ-претендентов таил большую опасность. Очередными заявил Джесси Барнетт, довольно избегаемый боец того времени. А причина лежала на поверхности. Бой с ним не был простым ни для кого. Нестандартный стиль, постоянная низкая стойка, напоминающая Крауч, тяжелые удары и молниеносный джеб. Как и ожидалось, зрители увидели битву джебов. В первые 4 раунда оба боксера 90% действий совершали передней рукой. В пятом раунде дистанция сократилась. Если на дальней Эдди Грегори не мог получить весомого преимущества, то теперь ему это удалось. В десятом раунде он потряс Барнетта и стал расселивать буквально на выбор. Рефери остановил поединок. Череда побед продолжилась, и к концу 1978 года Эдди Грегори стал обязательным претендентом на титул WBA в полутяжелом дивизионе. Титулом на тот момент владел Майк Росман, одолевший вышеупомянутого Галиндеса. В то же время Эдди поступило необычное предложение. Приехать в тюрьму, что в Нью-Джерси и провести бой с местным заключенным по имени Джеймс Скотт. Событие транслировалось на HBO, а в качестве гонорара предлагалось 15 тысяч долларов. Кто же откажется от такой прогулки, подумал самоуверенный Эдди. История показала, что отказались Марвин Джонсон и Мэттью Саат Мухаммед, а большая часть тех, кто смеялся приехать к Скотту, были повержены. Но вернемся в октябрь 1978 года. На тот момент рекорд заключенного содержал лишь 13 побед, и никто, включая других обитателей тюрьмы, не давал ему шансов. Грегор являлся фаворитом 4 к 1 и, как всегда, был чрезмерно самонадеян. Говорят, Скотт жесткий, но как он собирается драться с топ-претендентом, нокаутировав пару неплохих бойцов. Я поработаю над ним 11 раундов и нокаутирую в 12-м. Это будет хорошая тренировка. Всем известно, что я и сам провел немного времени в тюрьме. Мелкая кража, избиение 4-х копов и тому подобное. Событие состоялось 12 октября 1978 года и было должным образом разрекламировано. Скотт с животной свирепостью ринулся вперед. Эдди пробивал джебы, смещался, а близи старался немедленно клинчевать. Таких клинчей по ходу развития поединка становилось все больше и больше. В третьем раунде обычно невозмутимое лицо Грегори окрасилось недоумением. Он оказался не готов к такому напору и активности соперника. Эдди как мог демонстрировала свое мастерство защиты корпуса, но Скотт перерабатывал его. Уже в начале боя левый глаз Грегори затянула гематома. Благо Джеймс не был сильным панчером, иначе в четвертом и девятом раунде Грегори был бы на грани поражения. Бизмол продлилась все 12 раундов и, вопреки всяческим прогнозам, закончилась уверенной победой заключенного. Скотт был голодным зверем, который в ту самую ночь мог разорвать кого угодно. Грегори ехал на легкую прогулку, оказался в клетке хищника. Когда большая часть фанатов и представителей СМИ характеризовала бокс Эдди словом «ленивый», Грегори назывался стиль более изящно, расслабленный. Так или иначе, но всем было очевидно, что при впечатляющем багаже данных и навыков боксер где-то не дорабатывает, порой берет ненужные паузы, расслабляется, чувствует свое превосходство. Такая экономичность часто работала против него. Большой фан-базы при всех его отточенных до совершенства навыков и сильном ударе у Грегори не было. Провал второй титульной попытки лишь усугубил его положение. Эдди был отброшен назад, но продолжал прорубать путь сквозь рейтинги. После боя со Скоттом его нестабильность стала понемногу сходить на нет. Началом большим делам положил бой с неудобным середняком Дэйвом или Ройстером, которому Грегори оформил три падения, а после сломил жутким ударом в печень. В 79 году Эдди увлекся исламом, последовав примеру старшей сестры и брата. В то же время легендарный Мухаммед Али предоставил ему право бесплатно пользоваться тренировочным лагерем в Пенсильвании. Совместные тренировки и спарринги с величайшим укрепили и боксерские навыки, и веру в бойца из Бруклина. Также он получил роль Билли Фокса, одного из главных действующих Лицкий на картине Мартина Скорсезе «Бешеный бык». В 80 году Эдди вновь удостоился права биться за чемпионский титул WBA и владел его давний знакомый Марвин Джонсон, для которого это было уже второе чемпионство за один год. Грегори воспринимался андердогом на вполне законных основаниях. В ринге они с Джонсоном являли собой две противоположности. Грубый и левша Марвин практически не брал пауз, без устали прессингуя своих визави и используя каждую секунду боя. Эдди являлся более разносторонним, но зачастую не торопился, разыгрывая до верного. Был подвластен настроению и наслаждался каждым ударом, каждым движением в ринге. В их поединке произошло то, что должно было навсегда войти в пособие по боксерскому ремеслу и уроке истории. Андердог Эдди медленно и коварно разобрал, перехитрил и сломал Джонсона. Это было шедеральное исполнение идеального плана на бой с бьющим и агрессивным левшой. Марвин Джонсон был нокаутирован в 11 раунде, по ходу поединка побывав в нокдауне. Позднее он заявил, что один из левых боковых Грегорис сломал ему несколько ребер. Спустя несколько лет Марвин возьмет еще один титул, став первым в истории дивизиона трехкратным чемпионом. Эдди же завоевал долгожданный титул и, подобно своим друзьям Мухаммеду Али и Мэттью Сааду Мухаммеду, сменил имя. Теперь его звали Эдди Мустафа Мухаммед. Соперником для первой защиты стал Джерри Мартин по прозвищу Бык. Накануне он прошел Джесси Барнетта и неожиданно разделся с Джеймсом Скоттом. Давайте уберем в сторону все присказки про Быка и Матадора. Эдди Мустафа Мухаммед сразу навязал сопернику свой темп и дистанцию. Он разбирал претендента, напоминая хирурга, который пристально следит за движением своего скальпеля. Этим самым скальпелем в поединке выступал правый сбоку в туловище. В конце четвертого отрезка боя чемпион потряс Мартина правым прямым, а после серии ударов отправил под канаты. Оглушенного претендента спас Гонг. Весь пятый раунд Эдди хладнокровно преследовал свою жертву, но крепкий Джерри выдержал эти три минуты мучения. Развязка этого шикарного действия не должна была подкачать, и она не подкачала. В десятом раунде Мустафа Мухаммед попадает ударом справа через руку в ответ, а претендент падает на настил лицом вниз. Спустя почти 30 лет мир будет восхищаться таким ударом в ответ с оттяжкой, глядя на Флойда Мэйвезера. Эдди в интервью после боя пообещал перейти в полутяжелый вес и нокаутировать Ларри Холмса. У Холмса намещался уже бой со стареющим Мухаммедом Али, а Мустафе пришлось защищать титул против чемпиона Европы в полутяжелом весе Руди Кумпанса. В боксе нельзя никого бояться, ни на секунду, не стоит сомневаться в своих силах. Я был уверен, что могу победить Ларри Холмса. В наше время тяжеловесы были не так сильны, как полутяжеловесы. 23 февраля 1981 года в Мэдисон-Сквер-Гарден должен был состояться матч-реванш с Мэттью Франклином. Этот объединительный бой, несмотря на дружбу между бойцами, обещал стать одним из самых значимых в истории полутяжелого дивизиона. Весь каш был напичкан звездами мировой величины. Событие провалилось ввиду того, что промоутер Гарлетт Смит исчез в связи с обвинениями в мошенничестве на сумму более 20 миллионов долларов. Мустафа Мухаммед искал крупных гонораров и продолжал говорить о Ларри Холмсе, но необходимо было заявить о себе в королевском дивизионе. На роль трамплина был выбран непобежденный 24-летний тяжеловес Ринальдо Снайпс. На ринг 29-летний Эдди вышел с весом 91 кг, но это была далеко не мышечная масса. Снайпс весил на 6,5 кг больше. Эдди Мустафа Мухаммед выступал агрессором. Снайпс не решился обострять бой с коварным полутяжем. Ринальдо много двигался и без уст или действовал передней рукой. Поединок прошел в размеренном темпе и по большей части это было фехтование джебами. Полутяжеловес лучше смотрелся в первой половине, но во второй стало брать много пауз, что и сыграло с ним злую шутку. По итогам 10 раундов близкого боя судьи отдали победу раздельным решениям Ринальдо Снайпсу. Я не воспринимал это так серьезно, как должен был. Все шло не так и я не был в хорошей форме. За 8 дней до боя повредил спину и отправился в госпиталь. Разумеется, у меня не было никаких тренировок. Перефразируя известную пословицу, боксера встречают по его прошлому бою. Общественность вновь увидела слабоготового Эдди, который уже неважно по каким причинам не сделал для победы столько, сколько нужно было. Но у бойца все еще был титул в полутяжелом весе. Его нужно было защищать против опасного претендента Майкла Спинкса. У Мустафы Мухаммеда начались серьезные проблемы с весом. Согнать набранные к бою со Снайпсом 12 килограммов оказалось неимоверное тяжело. Тем более, что на Спинкса он вышел ровно два месяца спустя после поражения от Снайпса. Эдди чуть не потерял титул на весах. Боксер с трудом уложился в лимит, проведя тренировку и просидев парной. Вечером того же дня Эдди стоял в ринге и смотрел в лицо долговязового Спинкса. Понимая, что в длинном бою его могут ждать проблемы, чемпион начал активно. Перед глазами зрителей разворачивался плотный поединок высокого уровня. Мустафа Мухаммед легко уходил от коронного правого удара претендента и лучше смотрелся в первой половине. Но после экватора его преимущество таяло на глазах. Помимо этого, правый глаз чемпиона стал стремительно заплывать. В тренадцатом раунде Майкл Спинкс таки попал акцентированным ударом справа и отправил Эдди на канвас. Казалось, сложно было закончиться, но измотанный чемпион с закрытым правым глазом, вопреки всем законам, смог подняться после удара. Дальше больше. Эдди Мустафа Мухаммед невозмутимо и хладнокровно выдержал нещадный шквал ударов соперника и до самого конца боя продолжал искать свой шанс. Бой закончился единогласным решением. Новым чемпионом стал Майкл Спинкс. Спустя год он объединит титул и займет едва ли не самое высокое место в когорте лучших. Гипертрофированная уверенность себе может придать личности могущество, выступая в качестве целебного яда. В то же время она неизбежно прогрессирует, притупляет взор и приводит к краху. Тут Эдди не смог помочь никто, кроме него самого. На протяжении карьеры Мустафа Мухаммед работал с огромным количеством именитых наставников. С Эмилем Гриффитом, как и с Гилом Клэнси, не сошлись характерами. Гриффит продержался всего несколько недель. Мухаммед не любил, когда его затыкали. Сотрудничать с ним дольше всех остались самые тихие. Чики Феррера, Арчи Мур и Слим Робинсон. Перед боем со Спинксом он и вовсе занял менее известного, но более агрессивного, чем остальные Элла Бравермана. Эдди Мустафа Мухаммед продолжал выступать, как ни в чем не бывало. В конце 1982 года ему предстоял важный поединок с зомбийским панчером Лотим Вале. Неожиданно в бою с Фуммале Мустафа Мухаммед продемонстрировал выступление, сравнимое с его боями против Джонсона и Мартина. Острый джеб и навыки бодипанчинга во всем их разнообразии. Все закончилось уже в четвертом раунде, когда Эдди правым прямым выбил капу оппонента, а после вырубил того левым сбоку. Вместе с капой изо рта африканцы вылетели несколько зубов. В то же время Майкл Спинкс объединил титулы победе в каве. 15 июля 1983 года дата, необратимо повлиявшая на карьеру Эдди Мустафы Мухаммеда и мир бокса в целом. Именно тогда должен был состояться реванш со Спинксом, но в день боя он провал взвешивание. Его вес превышал лимит дивизиона на 1 кг. Боксеры предоставили 2 часа на сгонку, но вместо этого Эдди просто пошел поспать. Разразился большой скандал. Эдди Мустафа Мухаммед обвинил промоутера Спинкса Батча Льюиса в настройке весов. И хотя официальные весы были откалиброваны федеральными инспекторами, Мустафа стоял на своем. По его словам, на собственных стоящих ванных весах он не выходил за установленный лимит. Тренер Майкла Эдди Фатч присутствовал на моих тренировках и понимал, что слишком силен для его подопечного. «Мистер Фатч видел, в каких великолепных физических и ментальных кондициях я пребывал». Состоялась пресс-конференция, посвященная отмене поединка. Эдди пришел туда с 20 членами Бруклинского байк-клуба и сцепился с Батчем Льюисом. Залезалась потасцовку, разнимать которую прибыло около сотни полицейских. В дальнейшем именно этот случай положил начало тому, что взвешивания стали проводиться почти за сутки до боя. Репутация Эдди пострадала сильнее, чем когда-либо. Подследовало его отстранение от бокса комиссиями нескольких штатов. На все той же пресс-конференции Мустафа Мухаммед почти договорился о поимке с Дуайтом Каве, но миру не суждено было его увидеть. Мы с Дуайтом как-то навещали Майка Тайсона в тюрьме, провели там пару часов, а затем вместе ехали обратно в аэропорт. Дуайт спросил, что было бы в нашем с ним очном поединке, и ответил, я бы тебя нокаутировал. А что мне нужно было ответить, что я не знаю, что произошло бы, я сказал, слишком круто для тебя. Дуайт засмеялся, он веселый парень. Пламя вернулся на риг спустя полтора года. Он победил будущих чемпионов в первом тяжелом весе Тайрона Буза и Рики Парке, но уступил Слободану Качару. В тот период вес Эдди в межсезонье уже превышал 95 килограммов. Конец пути был не за горами. Осенью 1988 года он потерпел первое досрочное поражение и завершил свою славную карьеру. Его рекорд 50 побед, 8 поражений и одна ничья. 39 нокаутов. Я дал себе обещание, что уйду из бокса, только если проиграю досрочно. И если бы меня остановили уже в первом бою, я бы сразу бросил бокс. Эдди Мустафа Мухаммед женат, у него 9 детей. В 91 году он присутствовал на бое своего друга Майка Маккалума с Самбу Коломбаем. Возвращаясь в угол, Маккалум слушал не своих секундантов, а кричащего позади него Эдди. Все это наблюдал промоутер Боб Аром, который после боя подошел к Мухаммеду, предложив ему работу в Вегасе, в зале топ-ранг. Так и началась выдающаяся тренерская карьера. В 99 году он включил в зал славы Нью-Джерси. Сейчас он живет в Лас-Вегасе и тренирует боксеров в зале Флойда Мэйвезера. В начале нулевых Эдди основал Объединенную Ассоциацию Боксеров. Своеобразный профсоюз для бывших боксеров, со своими взносами и льготами. Ее цель – помочь боксерам, ушедшим на пенсию. На момент 2008 года в ней было зарегистрировано более 2000 лиц. Только человек с рожденным пониманием бокса, сильной природной склонностью мог стать выдающимся чемпионом мира и более чем успешным тренером. Эдди Мустафа Мухаммед преуспел и там, и там. В боксе нельзя иметь даже чуточку страха. Я учу своих бойцов не бояться того, что они видят. Если ты видишь своего соперника, значит можешь с ним справиться. Больше всего меня греет тот факт, что мной гордится моя семья. Мой успех на ринге был ради них. Там, откуда я родом, шансы, как правило, против вас. Если бы я провел лишь один раунд на профессиональном ринге, и это заставило бы родителей мной гордиться, мне было бы достаточно этого. Его бокс был прекрасен своей непосредственностью. Невозмутимо, играючи, но остро и безжалостно, Эдди Мустафа Мухаммед боксировал с лучшими получерловесами в истории. Боксировал без оглядки на кого-либо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok